Уважаемые посетители гипермаркета Икея, для вас выгодное предложение в отделе аксессуары для дома. Какая-то непонятная фигня с ручкой, для чего она никто не знает, но это очень полезная вещь и стоит всего лишь 99 гривен. Поспешите! Ай, да. Да, мамуля, да. Да, мы знаем, где бабушка. Нет, она не захватила заложников в совбезе. Нет, она не подожгла людей в пенсионном фонде, как в прошлый раз. Она в Икеи. Мам, я не икаю. В Икеи. Это магазин такой новый. Откуда я знаю, как она здесь оказалась? Наверное, шла, увидела огромную очередь и встала по привычке. Все, мамуль, давай, мы найдем ее, я перезвоню. А я тебе говорил, что твоей бабушке надо было купить ошейник с GPS-навигатором. Да, так бы мы ее не искали по всему городу. Саша, это бабушка. А, согласен. Тут цепь нужна. Саша, между прочим, это еще и твоя бабушка. Мы когда с тобой женились, у нас же все пополам, правильно? Квартира напополам, машина напополам и бабушка тоже напополам. Только деньги в семье тратишь ты. Просьба подойти врачу к отделам декора и посуды. Повторяю. Просьба подойти врачу к отделу декора и посуды. Еще одну женщину разорвал. Не смогла определиться, куда ей в декор или в посуду. Простите, нам звонили и сказали, что наша бабушка здесь. А, это сумасшедшая. О, вот видишь, не только я один так думаю. А почему сумасшедшая? Да она тут бегала по всему магазину и кричала, боже, боже, я в раю. Вот точно так же она себя вела в колбасном отделе. Простите, просто после распада Советского Союза наша бабушка не так часто выходила на улицу. Так, а где она? Секунду. Кто там? Консультант. Пошел вон, сектант. Спасибо вам большое, дальше мы сами разберемся. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Придешь вам пенсию за январь. А, и пенсии, это хорошо. Это ты, Сашка, пошел вон. В смысле пошел вон? Евгения Михайловна, мы вообще за вами пришли. Бабушка, ты чего в шкафу? Это не шкаф, это гроб. Я тебе говорил, на кукухой поехала. Бабушка, это шкаф. Ну, пусть и шкаф. А ты цену на этот шкаф видела? Любой самый дешевый гроб стоит 7 тысяч. А это к 1200. Какая разница, в чем меня хоронить будут? И я 6 тысяч почти сэкономлю. Ого. Если вы умрете, зачем вам 6 тысяч? Ктурулка-то картонная. Я их сэкономлю и коммуналку оплачу. Я слышала по телевизору, кто коммуналку не оплатит, того в рай не возьмут. Вы меньше телевизор смотрели и слушали, что там говорят. А дверка какая, смотри. Раз-два, раз-два, раз-два. Вот зачем вам гробу дверка? Вы что, будете гулять иногда выходить? Дурак ты, что ли, а? Я точно такой же Никифоровне куплю. И мы друг дружке в гости будем ходить. Че? Понимаешь? Вы же тогда купите уже шкаф-купе. А что это такое? Большой такой шкаф. Большой прям. Раздвижные двери, все как положено. Полочек много. О, кстати, мы там можем вас прям со всем вашим барахлом похоронить. Как фараона. А что ты? Ну чего я, чего я? Бабушка! Все. Кажись, отмучилась. Какой я отмучилась? Это я подушку мерила. Очень подходящая, кстати. Ладно, ладно, хватит. Ну все, действительно. Как вы здесь вообще оказались? Я, значит, купила керосин, спички. Ну, так. Ну, ехала в пенсионный фонд сжигать. Значит, смотрю, очередь стоит, как в мавзолей. Ну, думаю, Ленина на выставку привезли. Я выхожу, очередь отстояла, а тут рай. Все, классно, бабушка, что ты нашлась. Давай, поехали. Все, поехали. Не-не-не, я без этого не поеду. Ладно, хорошо, купим мы вам этот шкаф. Это гроб. Купим мы вам этот гроб. Отлично. Хорошо, все, поехали. А остальное? Что остальное? Ну, вот это вот все я отложила. В смысле? В смысле все. Оно все мне надо, надо. А, так вот кого ты. Типичная шапоголичка. Что ты обзываешься алхогольной? Спокойно. Личкой. Бабушка, хорошо. Так а зачем тебе тогда вот диван? Это не диван, это тоже гроб. Вас что, два раза хоронить будут? Дурак ты, это для деда моего. Смотри, он мягко и любит. Ой, хорошо. И он всю жизнь на диване провалялся. Вот пускай его в диване и хоронят. Капец, во всем мире Икея это магазин мебели, а у нас в стране это бюро ритуальных услуг. Ладно, хорошо. Вот это вам зачем? Ну зачем это вам? Это для барсика. Гроб? Ты пунтили на язык, гроб. Барсик всех вас еще переживет. Молодой кот, ему 20 лет всего. Это место мягкое. Пуфик для барсика. Понял, понял. Хорошо, крин с ним, с этим барсиком. Вот полок вы зачем столько понабирали? Вам же столько одна нужна, чтобы челюсть туда ложить и все. А ты цену на эту полочку видел? Нет? А на газ видел цену? Видел, видел. Вот. А я этой полочкой топить буду. Транспортировка газоплатная, а полочка входит в стоимость. Транспортировка. Понятно. Ну вот это вы нафига понабирали? Да ладно, это ложечка для обуви, пусть будет. Блин, ну не 40 же штук. Вы что, сороконожка что ли? Это я помидоры подвязывать взяла. Пусть будет, это пусть будет. Ладно, хорошо. Яйцерезка вам зачем? Это для вас простая яйцерезка. А я с помощью этой штуки дрова на зиму заготовлю. В смысле, то есть ты будешь вот этой штукой дрова пилить? Яночка, ну ты вроде не такая тупая, как Саша. Смотри, отвариваешь яйцо, кладешь его, и чтоб дед видел, а на его глазах вот так разрезал. А потом говоришь, если ты скотина, мне сейчас дров не заготовишь, следующее будет твое. Все? Вторую возьми им. Дрова есть. Кресло вам зачем надо это? Это не кресло, это бричка моя. Что? Какая бричка? А чё, запрягу коня, его будет меня гвозить. Ну какого коня, господи? Тебя. Ну сейчас, конечно. Ну смотри. Опа, Сашка. Опа, Сашка. Чему вы это? Саша. Ну, хорошо. Ха-ха-ха-ха. Бабушка, Саша, вы что, с ума сошли? Я не поняла. Вы чё делаете? Бабушка, зачем тебе детская кроватка? Я второй раз не собираюсь рожать? Я собираюсь. Рожать? Тум-ка-латы, курей разводить. Где я такой вольер найду? Смотри, дешёвая. Хорошо, а вторая зачем? Здесь индюшат разводить будем. Ох, Господи. Да. Ещё третью возьмём. Она по акции идёт, в подарок. Ага, понятно. Утята, да? Котята? Щенята. Ты слышал, по акции, в подарок. Полочки закончатся, я ею топить буду. Груст. Понял ты. Ладно, хорошо. Манеж вам зачем? Вы туда деда пьяного ложить будете? Это не манеж, это оградка на кладбище. А что? А что? Вас вертикально хоронить будут? Ну а что, смотри. Красить её не надо. Красивая, стильная. И вандалы не разберут на металлолом. Хорошая штука. Понятно. Это всё? Нет. Не всё. Мне ещё одна штука нужна, Сашка. Вот это надо. Бабушка, а тележка тебе зачем? Да я с ней на рынок буду ездить. Смотри, какая удобная. Слушай, бабуля, тележка не продаётся. Я знаю. Стибри её. Спионер. Жухани. Ну, подрежь. Подождите. Вы хотите, чтобы я... Спи... Украл тележку из магазина? Догадався. Давай. А это, кстати, крутая идея. Слушайте. Бабуечка. А ну-ка. А ну-ка. Оп. 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 Загружаемся. Куда? Так, так, на кассу, на кассу, бабушка. На кассу. Я сама не донесу. Я сама не донесу гроб. Я не донесу. На кассу. И слава об украинском герое-казаке Тарасе Бульбе покатилась по всей Европе. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Прекрасно. Да. Гениально. Да. Благодарю, конечно. Но больше это заслуга, конечно же, Николая Васильевича Гоголя. А ваша задача теперь, как гениального режиссера, все это красиво снять. Ну, с таким сценарием и с таким исполнительным продюсером не грех снять нетленку. Спасибо, спасибо. У меня для вас, кстати, очень хорошие новости. Мы, наконец-то, определились с актером на роль Тараса. Дайте-ка угадаю. Согласитесь, после Багдана Ступки это было непросто. Подождите, подождите, подождите. Баклан? Не-не-не. Дзидзю? Дзидзю. Неужели сам решил вернуться в кинематограф? Ч-ч-ч-ч. Это пока тайна. Мы ведем переговоры, но как только контракт будет подписан, это будет сенсация. Не знаю. Что нам еще не хватает, чтобы снять лучший исторический украинский фильм? Ну, пока только денег. Поэтому предлагаю все батальные сцены в фильме заменить на документальные кадры хроники. Как на документальные кадры хроники? Это же вторая половина 17 века. Но ведь батальные сцены, они так важны для сюжета. Понимаю. Но вы тоже поймите. Я в провинциальном театре нашел 200 человек, готовых умереть за еду. Но на пушке и спецэффекты денег нет. Ну, послушайте, послушайте. А давайте снимем батальные сцены с квадрокоптера. Снимать будем ночью. Представляете, слышны звуки батальных сцен, а все как бы в тумане. А потом в графике дорисуем. Денег на графику тоже нет. А в госкино? К сожалению. Приоритет отдали свингерам 3. Кому? Свингерам. Господи, слышал бы сейчас гоголь, на что нынче дают деньги. Ну, вы знаете, сейчас должен приехать генеральный продюсер. Возможно, у него больше информации, и он как-то прольет свет на эту ситуацию. Ну, где? Где моя гениальная съемочная группа? Где эти гении-синематографа? Спасибо. Давайте за дело. Потому что времени мало. Пока вы тут бездельничали, я нашел деньги. О-о-о, я нашел много денег. Подождите, если это рекламная интеграция, то я сразу против. Нельзя, чтобы Тарас в кадре пил пепси, ел чипсы и делал ставки на исход битвы. Тарас Бульба делает ставки. Это интересно. Запишите где-нибудь. Записываю. Да. Но сейчас это не главное. Главная новость. Готовы? Да. Нас купил Нетфликс за 10 миллионов долларов. Ха! 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 Апупить. Да. Охренеть! Ах... В смысле, теперь мы можем снять батальные сцены? Да! Конечно! Теперь будут и пушки, и танки, или... Нет, их тогда не было. Будут кони. Много коней. 100. Нет, 200. Нет, закажу 300 коней на все деньги. А давайте снимем настоящее сжигание Тараса! Ну, в смысле, с каскадёром. Конечно, можем даже троих сжечь. Ну, вообще-то, там, возможно, будет не сжигание. Там, возможно, будут изменения. Дело в том, что у заказчика есть пару условий. Ну, началось. Нет, 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 нет. Творческая группа их устраивает. Вы на своих позициях. Меняется только главный актёр. Netflix хочет, чтобы это был их актёр. Понимаете? А я, кстати, как режиссёр, не против. Зарубежные актёры, они, во-первых, профессиональные. И они не под запретом. Если поправки в сценарий вносить не нужно, я тоже не против. А скажите по секрету, кто будет главным? Жан-Клод или, там, Ван Дамм? Роберт или какой-нибудь Ленира? Голубчик мой, это всё старая гвардия. Netflix интересует последнее веяние в кинематографе. Поэтому... Да что я вам буду рассказывать? Сейчас актёр подойдёт, и вы сами всё увидите. Позовите актёра, пожалуйста. Волнительно, так что я. Hello. Hello. Very glad, very good. А? Это... Простите, кто? Тарас Бульба. Я... Я прошу прощения, вы... Вы шутите? Вы видели, чтобы я шутил? Я, конечно, представлял, что Богдан ступку сложно будет заменить, но настолько... Это не Тарас Бульба. А кто? Это Максимка. 40 лет спустя. Нет, ну он будет играть Тараса Бульбу, а? Какая фактура? Может быть, конечно, там не в курсе... Что? Но Тарас, он был казак, а не рэпер. Как такой Тарас будет приглашать сыновей на сич? Вот вам две таблетки. Съедите красную и попадёте на сич. Съедите синюю, забудете всё, как страшный сон, да? Да? Таблетки, это интересно. Черканитесь теперь где-то. Черкаю, черкаю, да. Да, я думаю, Netflix это понравится. Простите, у меня есть вопрос тоже. Скажите, мы снимаем чёрно-белое кино? Нет, мы снимаем современный фильм в цвете 4К, всё как положено. А жанр — это чёрная комедия? Нет. Ужастик? Нет. Порно? Ну что, господи, о чём? Может, это пародия, типа, как американский пирог? И Тарас, размахивая своей булавой в труса, извините, в руках, побеждает американских женщин? Нет, нет, нет. Мы снимаем историческую драму. Именно на это Netflix выделила 10 миллионов. Что вы делаете? Тот сценарий, знаете ли, надо переписывать. Я уже тут накидал что-то новенькое. Значит, смотрите. Тарас был ранен в бою. Его сожгли на костре. Да, он немного подгорел. Но не умер. Вернулся, значит, на сечь. Но драться уже не хочет. Так сказать, перегорел. Да нет, ну о чём вы говорите? Мы снимаем по тому, как задумал Гугл этот... Или как его... А, Гоголь. Извините. Историческая драма. В чём проблема? Вообще-то уже куча примеров в кинематографе удачного колорирования. Хорошо, ну хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста. Молодой человек, вы хотя бы знаете первые слова Тараса Бульбы? Поворачивай, сынку. Епичи смешно. О, браво! Браво! Скажите мне, каким интересно должен быть сынку, чтобы быть смешнее, чем он? Это потому, что я чёрный? Да потому, что Тарас белый. Не расстраивайтесь. Возможно, мы сможем на гриме как-то подфактурить актёра. Да зачем кого-то фактурить? Netflix устраивает всё именно вот в таком виде. Ну, ребят, ну в чём проблема? Я не понимаю. Вон же 17 мгновений весны. И покрасили, и ничего, отличные сборы. Там покрасили весь фильм, а мы только главного героя. У меня уже начали рождаться первые сцены. А ну? Смотрите. Тарас после тяжёлого боя приезжает на разрисованной тачке в ночной клуб. Отрывается там по полной с девочками и с коксами. Тут к нему подходит белый и со словами «Как дела носичьи, бро?» Плюёт в Тарас. Разъярённый Тарас встаёт и со словами «Мать твою, ты чё делаешь, Снежок?» Ну, начинает стрелять в зомби. Ха-ха-ха! Вы так себе это представляете? Супер! Зомби — это супер, запишите обязательно. Я уверен, что Netflix это просто порвёт. А вот Снежок, что за Снежок? Это какой-то бред. А Тарас Папуас, это нормально? Я прошу прощения. У меня несколько технических вопросов. Готов на все ответить. Подскажите, мы снимаем в Украине или где-нибудь в Африке? В смысле? Ну, в смысле, остров Хортица или Мадагаскар? Нет, Хортица, Хортица, хорошо. Казаки у нас ездят на лошадях или на чём-то более экзотическом? Там слоны, львы, жирафы? Пускай будут кони. Окей, окей. Скажите, пожалуйста, у нас казаки тренируются на мячах или на мячах? Не понял. Ну, в смысле, баскетбол. А, вам нравится баскетбол? Ну, да. Да, давайте баскетбол, пускай будет. Хорошо. Ещё вопрос. На казаков нападают поляки или нам, в принципе, любые белые подойдут? Хороший вопрос. Ну, лучше всё-таки поляки. Да, конечно, как скажете, как скажете. И последний, важный вопрос. Скажите, сыновья у Тараса белые? Да. Да. Сыновья белые, и это главный конфликт. Подождите, подождите. Ни китайцы, ни монголы, ни узбеки. Просто белые. Да, просто белые. Жаль. Я, честно говоря, от Нетфликса ожидал больше интриги. Скажите, у казаков не возникнет вопроса, откуда белые дети? Думаю, от одного вида Тараса они так охренеют, что у них до конца фильма не будет вообще вопросов. Но зрителю надо объяснить данный феномен. Да это элементарно объясняется. Ну, смотрите, например, это не родные дети Тараса, он их усыновил. Благородно. Я тебя усыновил, я тебя и убью. Ну, вот видите, вы уже начинаете, так сказать, подстраивать сценарий под наши реалии, да? Да вы не понимаете, тут же все надо переписывать. Да прям-таки все. Давайте вот идем прям по сценам. Да. Тарас. Да. Приезжает на сечь. Так. При виде, так сказать, прожженного казака все ему просто кланяются или встают на одно колено и начинают целовать ботинки. Ну, как сейчас модно. Не-не-не, не надо усугублять, просто, просто кланяются. Хорошо, отлично. Идем дальше. Ваши сыновья Тараса учились в Академии или в Университете Дружбы Народов? Давайте возьмем что-то нейтральное, медицинский. Медицинский. Или беды. Так и запишем. Тарас. Да. Курит табак или что-то, может быть, покрепче? К сожалению, еще не во всех штатах легализировали, поэтому пускай будет табак. Казаки произносят мазефаков ватсапфаков. Давайте без факов. Без факов, вычеркиваем. В конце Тараса сжигают или все-таки расстреливают на выходе из ночного клуба? Расстрел возле ночного клуба, это, конечно, эпично. Да. Но все-таки оставим сжигание. Сжигают, хорошо, тогда еще один вопрос. Поляки вокруг костра обычные или в белых колпаках? Подождите, это вы меня сейчас подкалываете, что ли? Слышишь ты, пухляк, может ты знаешь, где взять 10 миллионов долларов? Я прошу, разобрались вроде бы. Я предлагаю снимать. Да, вот это правильно. Мы готовы снять первую сцену. Пойду предупрежу сыновей Тараса, что у них новый папка. Подождите, это еще не все вводные. Дело в том, что фильм будет номинирован на Оскара? Нет. Что? Только не Оскар, я вас умоляю. Почему? Я, простите, насколько понимаю, Тарас не только папуас, но и... А что вы говорите? С Тараса это хватит. Акцент будем делать на его сыновьях. Я прошу прощения. Да. Оба? Нет, нет, только один, Андрей. Тогда весьма логично, что Тарас убивает именно его. Нет, а убивает он как раз другого, натурала. А натурала-то за что? Ну вы же сценарист, вы должны это и придумать. Простите, простите, а в кого тогда теперь у нас влюбляется Андрей? Тут пока еще решается вопрос. Пока поставьте прочерк, там могут быть различные варианты. Вы когда будете покупать 100 коней, возьмите одного посимпатичнее на всякий случай. А вы зря иронизируете. Это сейчас обычная практика во всем мире. Тем более новые голливудские правила, что в каждой съемочной группе должен быть чернокожий, должен быть инвалид и один гей. Так я не понял, а что вы на меня все смотрите? Евгений, а что вы так переживаете? Один раз, как говорится, не Тарас. Я предупреждаю, я буду сопротивляться. И не знаю, как там по геям, но по инвалидам наша съемочная группа план перевыполнит. Что вы тут такие зашоренные все? Почему такая реакция? Во всем мире это уже принято. Вон, посмотрите, сейчас переснимают Титаник. Там в главных ролях гей-пара. Терминатор сейчас, инвалид-колясочник. Его теперь не страшно, а жалко. А Рэмбо, это теперь девочка-подросток. Рэмбо-девочка-подросток. Называется так же? Рэмбо-первая кровь? Ну... Что за сборище сексистов? Я вообще не понимаю. Давайте лучше вернемся к обсуждению нашей картины. По поводу поляков. Значит, с поляками казаки должны воевать недолго, а побыстрее переключиться на китайцев. На китайцев? Да. Понял. Достанем китайцев, рис, палочки, стой вы, соус, все будет. Как это на китайцев? А что? Китай нападет на сечь? Или еще хуже, казаки сойдут с ума и нападут на Китай? Не-не-не-не-не-не-не. Давайте они встретятся где-то на нейтральной территории. Где-то там Бангладеш, Пуэрто-Рико, Монголия. Я не знаю, я не силен в геометрии. Сами придумайте. И китайцы обязательно в конце должны победить. Потому что мы планируем выйти на китайский рынок, а китайцы любят побеждать. И еще. Американцы любят хэппи-энды, поэтому в конце все должно быть хорошо. Вы понимаете, что это значит? Понимаем. Мы все сгорим в аду. Нет, это значит, что мы сможем снять сиквел. А это еще 10 миллионов баксов. Гениально. Да? Гениально. Я не буду это писать. Я не буду это снимать. То есть как это? Я уже вагон китайцев заказал. Будете, будете. Все будет нормально. Сейчас, извините, тут от Netflix что-то еще прислали. А, посмотри-ка. Они не утверждают этого актера. Извините. До свидания. Мы вам не позвоним. Аллилуйя! Аллилуйя! Аж от сердца отвлекло. Вот знаете. О, они прислали актера, которого они утвердили. Пожалуйста, позовите. Я так понимаю, это параська-бульба. Пожалуйста, давайте вернем предыдущего актера. Я вас очень прошу. Не-не-не-не-не, Netflix уже утвердили. Все можем снимать. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Параська, пускай будет параська. Параська-бульба руководит казачьим войском. И войско по их требованию должно состоять на половину из женщин. Понимаете? Да вы с ума сошли. Что? Ну все же знают, что на запорожскую сеть женщин не пускали. Об этом даже Гоголь писал. Гоголь Нетфликсу не указ. Понимаете? Да. Тем более, вы можете это обыграть как-то. Можно, ну, допустим, это будут, ну, не совсем женщины. Да, это могут быть бывшие мужчины. Но это уже слишком. А за это нам добавят бюджету 2 миллиона долларов. Ну, трансвестит это трансвестит. Вот и прекрасно. Тараса Папуаса. Я еще стерпел. На китайцах два раза в гробу перевернулся. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Вы бы еще безрукого взяли. Скажите, я один с ума сошел? Я тоже это вижу. Это же сам Гугл. Гугл. Ну, если бы я знал, что мои произведения ожидают в будущем, я бы сжег не только мертвые души. Послушайте, вы, ремесленники, ну, почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? А вам нужно испортить сюжет? Напишите свой, потом портите. А в произведения классиков не лезьте. Они вас всех переживут. Ступки покажу. Поржем вместе. Здорово, Женька. О, здрасте, Сереж. Что, опять? В стрелялки играешь ли в футбол? Нет. Взламывай сайт Пентагона. Ух ты, дай глянуться. Да я пошутил. Небось, баб голых опять смотришь. Я этим не интересуюсь. А надо бы интересоваться. Тебе по молодости бабу-то склеить вообще никаких усилий не стоит. Не то, что дядь Сережа. Дядь Сереж, вы сюда лекцию пришли читать? Мне баб с мамой хватает. Да какие лекции? Мне, понимаешь, твоя соседская помощь нужна как какашника. Как айтишника? А, точно, вот айтишника. Все время путают эти слова, понимаешь? Поможешь мне с киндером? С киндером? Так у вас же вроде нет детей. А, я понял. Вас зарегистрировать на программу ЭКО? Ну, точно, вот на эту программу. Вот это, как называется? Швондер? Нет, Зиндер. Пиндер. Может, Тиндер? Точно. Так, Тиндер это молодежная программа для знакомств. Там влюбленные сердца находят свою вторую половинку. А вот мне бы сразу две половинки одного целого найти. Не буду я вас регистрировать. Я вас уже вон в Вайбере зарегистрировал. Достаточно, что вы на 8 марта в общем чате 50 одинаковых фотографий прислали с открытками. А если бы я каждый посылал отдельную фотографию, то пока бы поздравил, можно было уже с Пасхой всех поздравлять начинать. Зачем вам Тиндер? Понимаешь, с бабой я развелся. Да. Я теперь ведь как тополь на плющихе один одинокий. Подождите, я вас в прошлом году зарегистрировал в Одноклассниках. Найдите себе там кого-то. Зарегистрировал. А нафига ты мою жену туда же зарегистрировал? Поэтому в Однокласснике мне теперь нельзя. У меня травма. Да, это зашквар. Вот. С зашкварками, сковородкой и все случилось прямо. Травма. Нельзя. Ладно, давайте зарегистрируем. Давайте телефон. Телефон? Да, держи. Дядь Сереж, я не смогу вам Тиндер поставить на кнопочный телефон. У меня домашний еще есть с роликом. Дайте его. Дядь Сереж, Тиндер нужно поставить только на смартфон. Понимаешь, с ним такая непонятка вышла. Что опять разбили, да? Разбил. Опять случайно зашли на сомнительный сайт? Нет, не случайно зашел. С конкретной целью из-за нее с женой случилось. Теперь я один. Как тополь на плющи. Ладно, ладно, давайте не расстраивайтесь. Вы же понимаете, я могу зарегистрировать вас, поставить вам Тиндер только на смартфон. А вот... Так это мой смартфон. Знаешь, как дядь Сережа выручать тебе? Так мы забыли, да? Если бы я этот журнал у тебя с голыми бабами не изъял, что бы сейчас было? Что бы было? Вы его себе собрали посырить. Я же на опережение. Если батька его нашел, сейчас бы он его разглядывал. Ладно, давайте я зарегистрирую вас в моем телефоне. Давай, давай. Так, открываем Тиндер. Давай. Для начала нужно пройти анкетирование. Ага, давай. Итак, пол мужской. Мужской. Имя? Серега. Пиши. Просто Серега? Просто Серега. Не Серджио. Не Серджанто. Нет. Не Света и Сергей. О-о-о. Ну нет. Просто Серега. Просто Серега. На вас это не похоже. Давай. Так, хорошо, дальше. Мне нужна фотография. О, фотографии есть. Сейчас тебе фотографии. Вот, посмотри. Зачем вы мне фотографии голых теток тут показываете? Чтоб было понятно, какие бабы мне нравятся. Круг знакомства, кстати, обкружить. Да. Да нужна ваша фотография в Тиндере, чтобы женщины ее увидели. Ну мы же в Одноклассники закачивали. Вот выбери любую. Вот открывайте. Да. Вот, видишь? Вот я в Жигулях. Вот я в Жигулях в гараже. Вот я под Жигулями. Вот я Жигули продал, а вот мне через два дня вернули их. Дядя Сережа, а у вас нет фотографии без Жигулей? Без Жигулей? Ну это вообще-то не модно. Не модно Жигули? Да. Представьте. Поймите, фотография на главной страничке, это как ваша визитная карточка. Нужно сразу с Козыря заходить. С Козыря? Да не с этого Козыря. Вы что, забыли, что вас из этого Козыря в Инстаграме заблокировали? Вы представляете, сколько женщин вы оскорбили? Значит, когда им выкладывать эти срамные фотки, это нормально. А когда я показал свою реакцию на их фотки? Оскорбление. Вместо этого вы могли просто лайкнуть ее фотку и все. Я устал лайкать. Я хочу шпакнуть хоть кого-нибудь. Ладно, давайте я вас сфотографирую сам. Сфотографируешь? Да. Так, давай. Встаньте в полный рост. Да. Сделаем какую-нибудь красивенькую фото... Что вы сделали? Что, еще рубашку заправить? Не надо, это не модно. Ну, как-то ниже спустите, что ли. Чтоб красивее было. Вы... Зачем вы штаны сняли? Вот так вот. Давайте, еще разочек. Красивенькую фотографию, только добавьте больше секса. Оденьте штаны, зачем вы их сняли опять? Тебя не поймешь! Снимите штаны, оденьте штаны! Вот поэтому у тебя с бабами-то и не ладится. Ладно, давайте без штанов. В смысле, штаны не трогайте. Просто фотографирую ваше лицо. Сделайте умное лицо какое-нибудь. Дядя Сереж, у вас такое лицо, как будто в комнате воняет, а вы делаете вид, что это к вам не относится. Я всегда так делаю, чтобы на меня не подумали. Давайте тогда другое лицо. Не такое умное. Сделайте такое лицо чемпиона, победителя. Такого, девушки любят победителей. Да нет, дядя Сережа, сейчас такое ощущение, что в комнате воняет, и вы этим гордитесь. Ладно, давайте я из одноклассников вырежу вашу фотографию. Меня из одноклассников вырежешь? Ну, обрежу, да, там. Обрежу? Ну, не вас обрежу, в смысле, а жигуль ваш этот обрежу. Жигуль обрезай! Козырь не трогай. А что вы к этому козырю прицепились? Надо указать ваше достоинство какое-то. В сантиметрах? В долларах. А, в долларах. Напиши, что у меня гараж с ямой. Гараж с ямой? Да кому нужен ваш гараж с ямой? Напиши, что я начитанный. О! А вот это хорошо. Девушки любят интеллектуалов. Да, я знаю наизусть состав всех освежителей воздуха. И на вкус тоже. Я даже знаю, где вы их читали. Так, вроде все. Осталось указать зону. Я вообще скрывал этот момент, конечно. Пиши, под Челябинском общего режима. Я, честно говоря, не про эту зону говорил. А, какой вы предпочитаете радиус? Радиус не знаю, но объем такой нормальный. Троечка твердая, я люблю. Да какая троечка? Нужно указать радиус зоны поиска. Где искать вам девушку, женщину вашу? Кооперативный гараж. Боюсь, что там ни одной не найдется. А на СТО? Тоже вряд ли. А что делать? Давайте я укажу точку поиска от нашего дома и по всему миру. Да? Давай лучше от гаража до СТО. Хорошо, укажу наш район. Только ты мою бывшую сразу вычеркни оттуда. И к Костеляншу. Хотя нет, Костелянша не вычеркиваю. Я когда пьяненький, она вроде ничего. Ладно. Да. Так. Все. Поздравляю, я вас зарегистрировал. Вот и девушки начали появляться. Вот смотрите. Ох, ох. Нифига себе. Вот. А цены есть? Какие цены? Это сайт знакомств. А, сайт знакомств. Да. Много. Видите как? Да, вижу, да. Ух ты. Вот это классное. Вот, видишь? Ставь ей пятерку. Ты ж неодноклассники. Тут лайки надо ставить, как в инстаграме. Вот, смотрите. Анечка. Да. Вот, Анечка. Как вам? Ничего такая классная. Лайкать? Давай, лайкай. Так. Анечка пишет, что любит удивлять мужчин. Ммм. Тогда сразу нет. Почему? Да у нее, небось, три сиськи и стеклянный глаз. Почему это? А чем она еще меня удивить может? Я не знаю. Ладно, хорошо. Вот еще тут есть Вероника. Так. Пишет, что любит клубничку. Сразу нет. Почему? Дорого. Сейчас у клубники не сезон, пусть летом звонит. Она любит сексуальную клубничку. Да хоть сексуальную, хоть ремонтантную. Пускай в июне звонит, там будет дешевле. Что еще? Вот, Лиза, смотрите. Лиза пишет, что ищет папика. Батю потерял. Это ей в передачу «Жди меня». Она думает, что папка здесь, в тиндере, да? Маньяга. Она, как вам сказать, ну, спонсора ищет. Ммм, спортсменка? Музыкант? Нет. Что ты ржешь, я не понял, ну, скажи, нормально. Да она, ну, как вам сказать, она согласна на секс за деньги. Ух ты. Сколько хочет? Это не, они не пишут. Это надо в личке писать. Предложи, согласна, за сто. Ну, думаю, да. Гривен. По-любому нет. Тогда надо ждать зарплату. Сейчас с баблом тяжело. Так, ладно. Хорошо, идем дальше. Вот, Лиза, как вам нравится? О, Лиза классная, да. Лайкать? Ну, ладно, ставь тогда, давай. Так, хорошо. А вот еще Ира, смотрите. У-у-у, Ирка, ты красивее Лизки. Давай у Лизки лайк возьмем, у Ирки поставим. Тут можно сколько угодно женщин лайкать. Да? Да. И то есть, если я и то, и то и поставлю, они друг про друга не узнают? Нет. Охренеть. Вот бы и в жизни так, а. О, кстати, вот вас Лиза, кстати, лайкнула. Так что можете ей что-нибудь написать. Прямо написать? Да, пишите ей что-нибудь. Отвернись, я пообщаюсь с ней сам. М-о-ж-но-те-б-я-т-ра-х. Где у тебя хэ здесь, я не понимаю, а? Что там пишите такое? Вы что, не понимаете, что она вас за это может забанить? Забанить? Это же в баню, что ли, позвать? Я согласен, баню. Нет, она вас может заблокировать. За флуд. За что? Ну, флуд. Да нет, у меня никакого флуда. Ну, был год назад, но я вылечил. У меня справка есть. У него самой-то есть справка хоть? Да нету тут справок. Это сайт знаком. Какие справки? Вот сделали же, хрен знает какую программу. Заразиться можно чем угодно. Хватит, чтобы даже... Сами выбирайте тогда, кто вам там нравится. Давай. О, классная. Лайк. О, лайк. О, лайк. О, мамка твоя. Чего? О, наша костелянша. Баб Маня. Лайк. Ух ты. Моя гримца здесь тоже. Жена бывшая? Ага. Капец. Спросит, что я там делал, а что ответить, что придумать, что, 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 что. Слушай, а тут друга найти можно? В смысле друга? Ну, типа я на рыбалку хотел уехать на неделю, сбежать, порыбачить. Нет, тут такого нет. Разве что я вас с женщиной зарегистрирую. Нет, женщина не надо. Мужики ржать будут надо мной. Так. О, смотри какая. Вот это то, что надо. Какая-то она страшненькая. Да ты не туда смотришь. Жигули, смотри, какие. Класс, вообще. Это же Наташка. Наташка, с которой я еще с училища. Господи. Так что, посмотри. Лайкнуть ее можно? Да зачем ее лайкнуть? У меня ее телефон есть, я позвоню. Далеко она? Ну-ка, проверь. Полтора километра отсюда. Отлично, я знаю. Там ее бабка живет. Сейчас поеду туда к ней прям. Там Жигулях завалю. У нас же с ней Жигулях все и началось, ты знаешь. Вот она обрадуется. А я красавцам на Жигулях. Заеду. Главное, ты моей Грымзе не говори. И только понятно, где я. Все, отлично. Женечка, дядя Сережа к тебе случайно не заходил? Э-э-э-э. А-а-а. Я так и знала. Я, главное, в квартире интернет отключила. Так ты к соседу пошел, да? А что ты, главное, сама-то в этом пиндере зарегистрировалась? Я еще в этом ТикТоке зарегистрировалась. Что все в бах твоих пасти. Подождите, подождите. Ну вы же вроде развелись, разъехались. Мы еще и развелись. Женя, удаляй его отовсюду, удаляй. А ну иди сюда, скатина. Иди сюда, я, я тебя со мной разлились, а! Не бойся, не бойся, главное. Этот врач посмотрит. Если будет каристь, то полечит. Да, родители сказали, это хорошая клиника. Бабушка, а ты будешь лечить зубы? Я, нет, если я в этой клинике зубы плечу, я месяц кушать не буду. И барсик тоже голодать будет, да? Давай! Ну что такое? Здрасте. Здрасте. Добрый день. Добрый день, вы к нам на прием? Да. Вы записывались? Нет, но у нас экстренный случай. Ага, я постараюсь найти для вас окошко. Окошко? Да. Не надо окошко. Он через окошко может и сбежать. В смысле, время свободное. А, это да. Слушай, Викусин, ну если нет времени, давай в другое время. Саша, какое другое время? Перенесем. Хватит. Не будем мы больше переносить. Ты две недели переносишь и переносишь. Он уже щита, как у бульдога. А ты, ой, ничего страшного, чесночок приложим, самогончиком зальем. Пройдет. И что, помогло? Ушел в запой. Гаденыш. Видишь, внучек, со зубами следить надо. Он, бабушка, не уследила, и все. Дед мои зубы, гадина, в трускорец забрал. Микуська, пошли домой, а? Ну серьезно, сегодня такой день, ну все ты. Какой день, Саша, у тебя всегда? Вот такой вот день. Давай, как мужик, терпи. Вы знаете, он еще со школы боится зубы лечить. У него в школе заболел зуб, и... И что, до сих пор терпит? Да нет, тот зуб в школе я ему портфелем выбила. Мы с ним так познакомились. Вы не волнуйтесь, у нас очень хорошая анестезия. Сделаем укольчик, и ничего не почувствуете. Ой, зачем вы про уколы сказали? Он уколов еще больше боится. Ему как-то вкололи что-то не то, так у него потом попа была, как у макаки. Вика, ну зачем сейчас при людях это теребить? Так у нас колик не в попу. А второй раз ему вкололи в десну. Так у него лицо было, как попа у макаки. Вика, расскажите, как зуб повредился? Фисташка. Была нераскрытая. Да, я знаю, это я попросила тебя ее раскрыть. Ну я предлагала молоточком, а ты ничего страшного, зубами быстрее будет. Вот, вы только не волнуйтесь, у нас работают профессионалы, вам обязательно помогут. Все, я пошел, Вика. Куда ты пошел? Мне надо. Куда тебе надо, Саша? Ну я не могу сейчас при людях сказать, куда мне надо. Ну, чего ты, и так понятно, что обделается сейчас тут. Не обделается, садись. Он в прошлый раз через вентиляцию выполз. Ничего в этот раз не выползет, засранец. А вы поплакайте, так меньше хотеться будет. Меня бабушка учила. Слышишь, малой? А ты в курсе, что ты малой, и тебя будут делать без анестезии? Саша! Ничего, ничего. Бабушка пошепчет, все пройдет. Уйди, пусть, пусть, пусть. Саш, ну перестанет. Пошли. Давай, 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 пошли, 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 пошли. Давай, садись. А, Бабуся, нет. Ты, 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 давай, давай, давай. Бабуся. Давай. Я не хочу в этой дешевенькой поликлинике быть. Я хочу обратно в ту дорогую клинику, в которой я раньше обслуживалась. Нет, мы туда больше не пойдем. Потому что твой передний мост стоил мне столько же, сколько мой задний мост на Гелендваген. Да он вообще и дороже, чем мост на Троещину стоил. Вот эти вот твои рэкеты. Рэкеты. Я все правильно сказал, это рэкеты. Как так может быть, что дороже, чем комплект зимней резины? Как это, как ты можешь сравнивать зубы и комплект зимней резины? Согласен, некорректное сравнение. Без зимней резины жить нельзя, а без зубов можно. Давай, давай, иди садись. Слушайте, ну я не могу здесь, одни нищеброды. Я тебе говорю, не нищеброды, а пенсионеры. Ты все время путаешь, садись. Тем более тебе тоже уже не 18 лет, я не готов тратить на тебя такие деньги. Извините, вы к нам на прием? Да, да, да. Нам вот это, отбеливание, виниринг и шугаринг. Это все вам? Не, не, ей отбеливание и виниринг, а мне шугаринг. Сколько это будет стоить? Подождите, не говорите. Сделайте мне сначала анестезию. Вы шутите? Анестезия – это очень серьезная процедура. Если ее сделать, полдня не сможете разговаривать. Полдня? Тогда сделайте ей две. Чтобы хотя бы на день хватило. Бабушка, а если я положу тот зуб, который мне вырвут под подушку, то фея же принесет мне денежку? Ну, конечно, внучик. На меня даже не смотри. С тобой эта схема не работает. Девушка, можно прайсик посмотреть, что там у вас? Да, конечно. Простите, молодой человек, а это с вами и здесь все сделали? Нет, это у нас самолечение. Все, Викуска, пошли домой, а? Так, Саша, не пойдем мы домой. Дома он, соседи думают, что мы каждый день любовью занимаемся. Причем стонешь только ты. Мне кажется, мы единственная пара, которая не занимается любовью, потому что у мужа голова болит. Я занимаюсь. Янка, тут нормальные цены. Это ж доллары, не евро. Это в гривнах. В гривнах? Ха! Янка, мы тебе можем поставить вставную челюсть. Хочешь? Нет. Я хочу. Не-не-не, бабуля, у нас с ней другая система взаиморасчета. Вам она не подойдет. Че, мне подойдет? Мне не подойдет. Смотри. Ладно. Тут все есть. Ну, Бося, ну, ну, Бося. Тут брекеты такие дешевые. А я хочу, как подружки мои сделали. Вот сделали все-таки красивые, с бриллиантами. Вот Наташка сделала недавно брекеты с бриллиантами. И все, ходит счастливая, улыбается. Наташка дура твоя. Она не туда брекеты поставила. Ей на ноги надо было ставить, там больше проблем. Хорошо, давай тогда мне удалим зубы мудрости, а? Лицо будет уже. Это, между прочим, сейчас очень модно. Яна, у тебя от мудрости остались только зубы. Пускай будут. Ё-моё. Так, ну все, мы вам все сделали, как договаривались, да? Здоровые зубы оставили, все остальные удалили. Улыбнитесь. Ха-ха-ха. Ну-ка. Ой, красота. Красота. Викуся, лучше пускай будет один больной, тем вообще зубов не будет. Идем. Саша, ну, спокойно. Приходите к нам, когда будут денежки. Ну, на морковку не налегайте. Маручка, что там у нас дальше? Так, значит, вот мальчик по записи. Ага. Но есть еще экстренные случаи. Ага, экстренные случаи. Так, что у вас? Это, это чеснок и самогон. А, не-не-не, мы натуропродуктом не берем, только деньгами. Нет, это самолечение. А, давайте тогда заходите. Давай, Саша, иди. Саша! Саша, успокойся и... Да иду, иду уже, все вы начинаете. Все вы начинаете, иду я уже. Саша! Дала бы ему выпить для храбрости. Да если он сейчас для храбрости наберется, так проблемы с зубами будут у стоматолога. Здрасте! Саша, а у вас бывает такое, чтобы все от страха, наоборот, в кабинет донтиста ломились? Нет, обычно наоборот, все заходить боятся. Сейчас будет. На тусик заходи, ласточка. Бабушка, а тебе не страшно? Нет, внучка. Мне после платежек за газ ничего не страшно. Понимаете, у вас там написано, с животными нельзя. Я думал, она на улице подождет. А она цепь перегрызла, и... После карантина она такой стала? Нет, а мы после свадьбы себя так запустили немножко на Медовом. Господи, милок, как же в тебя угораздило жениться вот на этом. Понимаешь, бабуля, дареной дочке депутата в зубы не смотрят. Правильно говорится, дареному коню. Ну, можно ее и так назвать, конечно. Я такое видела только в ужастиках. А, в ужастиках? Я ужастики уже не смотрю. Не страшно. Так а что же вы раньше ничего не делали? Не замечал? Да, закодировался недавно. Увидел. Туман отошел. Ей плохо? Нет, у нее зубы мудрости режутся и выдавливают остальные. Ладно, давай тебе зубы мудрости уберем. Давай. Бабушка, она похожа на Годзиллу. Нет, внучек, эта девочка, видишь, в детстве плохо очистила зубы, и вот что получилось. Мне кажется, она в детстве обидела зубную фею. Не, мать, она ее сожрала. Так, вы будете удалять или пломбировать? Пломбировать, пожалуй. Нет у вас пломбы на все и... Лицо. Вика, 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 вика. Что, что, болит? Да нет, с этим все нормально. Нужны деньги и все на два зуба. Такой страшный кариес. Не, я что-то рукой так махнул, и все. У доктора нет двух зубов. И, кстати, этот беззубый сказал, чтобы за ним больше не занимать. Отлично, зайка, поехали в платную крутую клинику. Оплатить будет он. Да, ну блин, брат. Бабушка, мы идем домой? Нет, мы в очереди посидим, доктор оклимается, и первые будем. Слышите вы, она кровь почуяла. Валите, сейчас такое начнется. Ой, 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 ой. Добрый день. Добрый день. До эфира осталось совсем немного времени. Да, давайте. Так, ну что, вы готовы? Да, я тоже практически готов. Мне нужно еще буквально 30 минут, и я буду готов. 30 минут у нас нет, у нас есть секунд 15. А послушайте, я считаю непрофессионально выходить в прямой эфир неподготовленным, поэтому все-таки мне нужно буквально 30 минут, если можно буквально. Дело в том, что эфир все-таки состоится, он скоро начнется. Я кажется, монографию забыл на кафедре. Стойте, пожалуйста, вернитесь, присядь. Так, может, я закачаю там, какая вам инфа нужна? Вот, пожалуйста, новое поколение, лишь бы что-то закачать, подкачать, откачать. Ну, это кошмар, просто никакого образования, понимаете, никакого понимания. Это эфир, 5, 4, 3, 2, 1, эфир. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем телеканале. Сегодня мы с вами вместе обсудим вопросы, связанные с проблемами образования. Итак, в нашей студии профессор гуманитарных наук, доцент, представитель Министерства образования. Да-да-да. А Альберт Карлович Непачеленко-Данилевич. Вы, кстати, не совсем правильно вы сделали ударение, правильно говорит Нечипаленко-Данилевич, пожалуйста. Нечипаленко-Данилевич. Нечипаленко-Данилевич, попробуйте еще раз. Нечипаленко-Данилевич. Нет, там у меня ударение и на И, и на Е, попробуйте еще раз. И на Е, Нечипаленко-Данилевич. А зачем вы на Д делаете ударение? Попробуйте и на И, и на Е, пожалуйста. не чиполинка все неважно я понял же ничего не получится потому что знаете вот современное образование никому не надо вы даже уже буквы не можете выговаривать то понятно куда кайфовы реликульного олда по фану чекнули полный фрики андеграунд а я сейчас я сейчас не понял это он кашлял или чрево вещал или может это у нас международная встреча и вот это вдруг неожиданно что-то нарисовался человек на странном языке говорят ужас какой давайте я вас познакомлю справа от меня известный блогер контент-мейкер стример и тик-токер д д просто 1 или тут может что-то не дописали дима может нет нет где это мой никнейм а вот это крик спик мне кажется нужно просто добавить билл вот и будет все сразу понятно ярко и интересно итак давайте начнем начнем мы самого главного вопроса онлайн образование хорошо это или плохо давайте я начну вот если вы не просит потому что это буквально коротко у меня буквально 40 минут подготовленная речь небольшая я предлагаю начать самого начала вот и главного понимаете он тут простым ответом не ограничишься как мне кажется здесь важно провести собрать консилиум провести как бы такое собрание преподавательский состав учесть статистику обязательно учесть аналитику провести исследование получить соответствующие выводы и по ним делать уже высказывание на этот счет понимаете вот да потому что нельзя говорить вы так дайте огульно что все у нас плохо хотя тоже время нельзя говорить что у нас все хорошо мы на кафедре хотели обсудить вопрос но ввели карантин и мы не смогли собраться понятно да то знаете в то же время тоже время последние исследования на эту тему проводились министерством образования еще до того как появилось министерство образования поэтому четких научных данных у нас я закончил киевский национальный университет в 1987 году я имею ввиду про онлайн образование а нет я еще даже не начинал бы что вот вы знаете моя специальность была автоматически системы управления это очень интересная была диссертация кстати совершенно случайно я взял ее с собой здесь буквально 2000 страниц давайте позже мы вернемся к вашей диссертации и этот вопрос к вам репетните плиз а то эти мантры меня унесли в нирвану извините что сделать крышем повторите а квешен квешен такой онлайн образование хорошо это или плохо онлайн это хайп это фьючер это лайк скажите а чем он издает эти звуки не правда безумно интересно просто я правда не не понимаю у нас на кафедре у моей хорошей знакомой галины кондратьевны вот у нее был код и вы знаете один раз вечером мы увидели как он начал звать тут похожие звуки мы думаем ну все кирдык одна пушистому а потом все ремни доказалось что он съел шерстяной свитер галины кондратьевны и потом как бы собирался комок у него такой и вот выплюнул он выкосил вот этот комок шерстяной закончили да я же вам говорил я закончил киевский университет по специальности мне прекрасно было специальность вот о послушайте у меня с собой есть дипломы я все хорошо хорошо я поняла давайте перейдем тогда ко второму вопросу который звучит так какие проблемы вы видите в современном образовании давайте я я буквально коротенько на 40 минут смотрите я готов к этому вопросу вот если у меня не будет перебивать я очень подробно обо всем расскажу даже с графиками вот проблема с наукой началась в девушке этим году когда я пришел только на кафедру и познакомился с галиной кондратьевной царство и небесное хотя она до сих пор жива интересно мы просто безумно яркая женщина вот прикид такая я хотел начать у нас более все-таки ранних времен я хотел бы начать с времен хрущева нет 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 давайте рассматривать еще более ранний период начнем с киевской руси с владимира ясна солнышка помню мы вместе с ним встречались мы вели беседу он такой яркий человек вы не представляете просто кстати я закрутил совершенно случайно монографию на древнеславянском языке вот она вы можете полистать здесь нифига не понятно но вам очень понравится вы знаете если нашим телезрителям будет интересно они найдут эту монографию и сами все прочтут где в гугле вот вы знаете вот мое поколение гораздо больше интересные рифмы находила на слово где а галина кондратьевна еще и показывала и этот же вопрос к вам какой вопрос какой вопрос а я уже и сама забыла какой вопрос так одну секунду да вот какие проблемы вы видите в современном образовании да ну ноу проблему ну вы же так интересно начали ну говорите еще что-нибудь я просто больше не хочу галине кондратьевне окей модерн эдюкейшн это кул это фьючер это креатив и кейсиш юзаешь никаких челленджей все оллайн а вот я кажется понял это генератор случайных звуков да и послушайте я могу реплику вот я буквально коротко 20 минут уложу смотрите вот моей диссертации на странице 1016 очень четкая ссылка на странице 510 где указан параграф в котором описано смотрите очень интересно большие объемы информации не могут усваиваться индивидуум без полного осознания глубины изучаемого объекта а если мы с вами копнем глубже а мы хотим копнуть потому что там будет что во первых интересно во вторых там будет галина кондратьевна не надо копать и расскажите а где вы получили образование ну я не закончил я еще на первом курсе понял что это без перспективняк ха не уж ужас пустышка вот смотрите я сейчас найду данные и вы все поймете вот как можно огульного так заявлять что нет проблем статистика правда у меня аналитика за я 40 лет на кафедре с галиной кондратьевны знаком пусть земля и будет пухом конечно с галиной кондратьевна она на самом деле жива она просто надо сейчас копает картошку я хочу чтобы любимой женщине было легче что и земля была более рыхлой давайте я вам помогу сформулировать вы не поможете мне сформулировать только галина кондратьевна могла бы помочь вот и она бы была сегодня здесь но она на даче и вместо нее какой-то остановились поехали проблемы с финансированием есть когда вы говорите про финансирование нужно показывать другой палец это очень важный момент но на самом деле вы молодец я выдержку зачитаю 30 минут и не перебивай у нас как программа 20 минут а 10 минут уже прошло какие 20 минут ну вы сами подумайте у людей карантин сейчас им все равно нечего делать здесь не послушают умного человека сделать какие-то выводы может быть начнут переписывать мой диссертацию законспектировать а заодно изучит историю университета который отвечает некоторых закончил 1983 году и до сих пор там преподаю с галиной кондратьевной которая сейчас в гробу перевернулась но имеется в виду гробу это аббревиатура британский университет давайте коротко и по сути проблемы с финансированием есть я получаю ставку 3000 гривен 75 гривен за старше 8 20 за степень а государством ни копейки не дают нам диссертации чтобы вы понимали не на чем писать один карандаш на всех вот вот хорошо сейчас карантин поэтому карандаш у меня расскажите а сколько денег вы тратите на образование зеро только интернет ну и еще копейки на вебинары ну послушайте это профанация правда а сколько вы при этом зарабатываете ой 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 вы так смешили меня сколько он может зарабатывать сколько сейчас можно заработать глупостью зеро ну тысяч десять двенадцать долларов это не every day не every day это в неделю может быть за уикенд поднять могу это бюджет всей нашей кафедры за весь двадцать первый день еще времен хрущева да я скажу больше это прям с киевской руси весь наш бюджет владимир ясен солнышко смотрите спросите у него сколько у него с этих денег забирает профсоюз спросите я боюсь он не знает этого слова ну смотрите я сейчас писал диссертацию я сейчас буквально все почитаю дайте мне одну секунду прошу просили у меня карандаш сломался у вас точилка есть нет я зубами заточу как меня учила галина кондрасина карантин повлиял как-то на ваши доходы не абсолютно наоборот повысился спрос на диджитал на онлайн эдюкейшн на лендинге стриминги онлайн краудфандинги все тик ток заткнись альберт карлович пишите себя в руках ну вы же видите в мое состояние он его усугубляет послушайте можно я ему тубусом перетяну так давайте чуть попозже альберт карлович вы же там что-то считали да я считал послушайте я посчитал на эти деньги что он сказал можно содержать 24 доцента 8 докторов 5 профессоров 214 лаборанта вы понимаете ну а сейчас карантин часы уменьшились так что эти цифры смело можно умножать на 17 ты как падла альберт карлович скажите а сколько нужно выделить денег чтобы в университетах готовить вот таких специалистов я вот так быстро не отвечу понимаете тут нужно собрать консильум провести анализ архивы потом разбираться в недостатках и вариантах исправления проблем и только потом создаясь на исследовании голосоварим можно будет откровить протокол сложно в деньгах сказать скажите а сколько на это может уйти времени часа три да но чтоб точно вам сказать основывается на научных данных нет нет я имела ввиду сколько может уйти времени для того чтобы подготовить таких специально он вас что укусил вы меня не слышите что ли послушайте женщина надо собрать консильум как я сказал провести анализ архивы подобрать и потом только мы в 2045 году мы подготовим первых специалистов понимаете они смогут начать разработку программы обучения остальных специалистов в этой области то есть по вашему мы только к 2045 году сможем узнать сколько подготовиться специалистов нет к 2045 году мы только начнем понимать о чем он вообще говорит и а сколько нужно времени чтобы такой человек как вы перешел от образования к работе пара кликов заходишь на хэдхантер рейдишься проходишь к его оси останавливаться резюме и welcome to the team отлично что ж ты за шарлатан то такой а демон ты хейтер мордафиля бумер юл дыга трой лободыр рафляга было мошка за за пипяо в нашей студии звоночек и следует отметить что это первый звонок за всю историю нашей программы мы слушаем вас добрый вечер добрый вечер очень интересная тема я бы хотела обратиться к альберту карловичу алгалина кондратьевна это вы здравствуйте а что спасибо галина кондратьевна придурок пора заканчивать нашу программу напомните где мы и дополнительно увидим на моем youtube-канале crazy а также в телеге и в clubhouse а где можно будет дополнительно почитать судейская газета вечерний факультет и мы еще на стенде сделаем вырезки и я по мастерам это важно спасибо большое спасибо всем большое до новых встреч послушайте у меня еще небольшая ремарка по поводу тубуса можно я все-таки совершусь и концерты дизель-шоу у киеви відбудутся так еще раз так 17 18 червня палац украина абсолютно нова святкова программа квитки на сайте дизельстудия крапка ком телезъемка айси тв